На сегодняшний меморандум представители правящей партии предлагают смотреть по-особенному. Да, ранее велась всевозможная борьба против коррупции на всех уровнях. Да, выявляли в собственных рядах нечистосоплотных чиновников. Однако теперь к этому делу подключаются и простые граждане, и предприниматели. В документе, на котором помимо Нарутановцев в своей подписи поставили ревизионные комиссии и комиссия партконтроля, все прописано до мелочей. Так, отныне любое заявление о коррупции, поступившее от простого народа, не должно остаться без внимания. Налаживание четкого и своевременного рассмотрения обращений к юридических и юридических лиц по фактам проявления коррупции в области использования бюджетных средств, связанных грантов, гарантированных государственных займов, активов государства, государственных закупков, а также оперативное реагирование на такие факты. Подписание меморандума тут же окрылило некоторых местных политиков и общественных деятелей. Рас партийцы сами призывают к непримиримой борьбе, то этим грех не воспользоваться. К примеру, делятся своими мыслями антиядерщик Замгали Кубенов в сферу медицины. Ежегодно на ее развитие выделяются миллиарды, а народ обивает пороги редакции и собирает деньги на свое лечение, либо едет за исцелением за границу. Но почему никто не отчитывается за деньги, которые, возможно, выделены на них? Каждый месяц потоками наши земляки выезжают на операцию на лечение Китая, выезжают в Израиль, выезжают в Германию, в Россию, даже несчастных катарактов. Десятками мы каждый день ездим в Россию оперироваться. Орск, Магнитогорск, Город, Гаид, районы центра, Оренбург тем более. Это когда у нас большой потенциал есть, как медэкадемия, пора это уже решать вопрос принципиально. Предполагается, что теперь, согласно меморандуму, в печати будут публиковаться результаты проверок исполнения бюджетного законодательства, если понадобится, с конкретными цифрами и фамилиями. От Морал Майкузова Марата Кожанов, программа «Факт».